Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Единый облик магазинов и только цивилизованная торговля. Муниципальный рынок Северный ждут преобразования. В их руках наше будущее. В Анапе чествовали воспитатели дошкольного образования. Его служба и опасна, и трудна. Один рабочий день из жизни анапского спасателя, чья фотография украшает доску почета. Кубки разыграны, пора за учебу. В Анапе завершились 18-е президентские состязания среди команд сельских и городских школ. Первые кирпичики знаний и лучшие человеческие качества, отзывчивость, уважение к старшим, готовность помогать товарищу – все это в наших детях закладывают воспитатели. В Анапе в сфере дошкольного образования работают 1600 человек. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. В Анапе 43 учреждения дошкольного образования. Каждый день встречают 9 тысяч маленьких анапчан. Вторые мамы, воспитатели окружают наших детей заботой и вниманием. В ответ на искреннюю любовь малышня растет творческая и благодарная. Ни один праздник в Анапе сегодня не проходит без юных артистов. И в праздничный день детсадовцы не забыли о своих наставниках. Будет на работу и у мамы много дел. Значит, надо, чтобы кто-то из-за нами приглядел. В зале торжеств городского театра собрались лучшие представители профессии. Достойных поощрения выбирали в своих же коллективах коллегиально. От имени главы Анапы педагогов поздравила его заместитель Людмила Мурашова. От имени главы нашего города поздравляю вас с днем дошкольного работника, с днем воспитателя. И очень хочется, чтобы такое высокое звание, признание вы пронесли через всю свою жизнь. Зампредседатель Совета муниципального образования Александр Смирнов посетовал, что среди анапских воспитателей нет ни одного мужчины. А ведь профессия стратегически важная. Вы делаете очень серьезную работу. Вы выполняете государственный заказ перед Анапой, перед Кубанью, перед нашей страной по воспитанию подрастающего поколения. И как бы вы его сегодня сделаете, а я больше, чем уверен, вы сделаете хорошими людьми, хорошими, чтобы они любили нашу родину, в том числе и малую родину, любили родителей, любили учителей, любили вас, воспитателей. Зависит многое от вас. Людмила Мурашова вручила благодарности главы города-курорта Анапа 23-м сотрудникам дошкольных учреждений. А в подарок от своих воспитанников виновники торжества получили новые яркие поздравления. Детство наше непростое, детство золотое, никогда скучаем с тобой. И кого бы мы не спросили на празднике, формула успеха лучших воспитателей одна. Дети тянутся к тем, кто их искренне любит. Профессию я хотела прийти с самого детства. Моя мечта сбылась. Я пришла в эту профессию. Самое важное, это, конечно, любить наших детей, любить их, любить их семьи, воспитывать наших детей. Мы поздравляем всех работников дошкольного образования Анапы с профессиональным праздником. Можно ли стать известным на поприще самой простой профессии? Вместо ответа на этот вопрос жизнь не перестает удивлять примерами. Известно, что вырастить саженец голубой ели – дело кропотливое и хлопотное. Но не случайно именно в детском саду «Пчелка» есть такая традиция. Каждый выпуск оставляет на память о себе на зеленой лужайке очередной саженец ели. Здесь он точно вырастет в большое и красивое дерево. Как освещенные светом солнечной любви и заботы вырастают здесь эти солнечные дети. Слабовидящие, не умеющие ходить, говорить. Они в этом детском саду обретают самостоятельность и уверенность в себе. Как четырехлетний Максим, например, бабушка которого не может без слез говорить о счастливых переменах. Пользуясь случаем, хочу большое спасибо сказать педагогам. Потому что с нашими детьми нужно очень-очень много терпения. Мы ходим с Максимом уже второй год. Мальчик не умел говорить. Он плохо все понимал. Сейчас он знает все. И фрукты, и овощи. Начинает говорить слога. И все это благодаря терпению педагогов, которые работают в нашем садике. Максим, конечно, обнимает и бабушку, и всех, кто дарит ему общение, помогает постигать этот мир. Он не хочет уходить из музыкального зала и бежит на площадку к детям. Хотя этот детский сад предусматривает для таких ребят возможность временного пребывания. Он желает быть как все. И ему это удается благодаря уникальным разработкам Светланы Касимовой и ее коллектива. Мы не можем отделить деток с ограниченными возможностями здоровья и детки, у кого норма интеллект, развести их по разным группам. Они у нас должны воспитываться, развиваться и расти только все вместе. И это ведь еще неизвестно, кому больше повезло – детям с ограниченными возможностями здоровья или той ребятни, что учится помогать своим сверстникам радоваться жизни. Со всей страны едут к Светлане Валентиновне за опытом, который кроется в простом и вечном. Щедро дари любовь. Ее инновационные проекты по реабилитации и социализации детей-инвалидов получают гранты. На эти деньги заведующая детским садом смело приобретает новое оборудование. Большая делегация высоких гостей в этом году удивлялась и тренажерам, и мобильной мебели, и результатам. А планов у Касимовой не становится меньше. Мы очень рады, что за счет этой программы у нас есть возможность приобрести еще очень такие хорошие, уникальные оборудования для такой категории детей. Это и вертикализаторы, и реабилитационные стульчики, где ребенок может свободно сидеть зафиксированно и заниматься вместе со всеми детками. Это и трехколесные велосипеды, которые тоже предназначены для детей с диагнозом ДЦП, и которые также могут вместе с обычными детками по территории, территория у нас большая, просторная, у них есть такая возможность, могут кататься вместе со всеми на этих велосипедах. Мама Маечки Зиганшиной, заметив первые результаты у ребенка, пришла сюда работать. Походка изменилась, рука лучше стала развиваться, так как диагноз правостороннее ДЦП, это все сковано и становится все более, ну, лучше и лучше. И умственно, конечно, это занятие с логопедами, с психологами, это очень важно для наших детей. И очень удобно, что все в одном заведении, не надо никуда ехать, все здесь получаем. Родители воспитанников этого детского сада целый день несли сегодня своим ангелом-хранителем цветы, поздравляя коллектив с Днем работника дошкольного образования. Это были самые искренние поздравления. Ну и сам коллектив решительно был настроен говорить слова признания и благодарности своему руководителю. На камеру без слез это сделать было трудно. Поэтому от имени всего города говорим вам спасибо и желаем здоровья, верим вам и любим вас. Ведь в этой профессии трудно быть человеком случайным. По решению главы Анапы за северным рынком закрепили прилегающий участок улицы Красноармейской. В ближайшие месяцы силами предприятия будет проведено его благоустройство. Кроме того, начались переговоры с владельцами павильонов, которые расположены там же. Стает задача привести внешний вид торговых точек к единому современному стилю. Аргумент для предпринимателей – такое обновление в их же интересах. Там, где сейчас стоит скамейка, несколько дней назад шла несанкционированная торговля сладков и машин. В администрации рынка Северный говорят, что навести порядок было непросто, но с задачей, которую поставил глава города-курорта, в целом справились. Теперь территория находится в ведении муниципального предприятия. Уже этой осенью на участке длиной порядка двух сотен метров планируется оборудовать короба и посадить примерно два десятка платановых деревьев. Здесь же ряд магазинов. Их облик давно нуждается в обновлении. С собственниками начали переговоры. Начинаем работу. Я думаю, что там люди адекватные, нормальные такие же наши люди, живущие в этом же городе, не где-то за границей там или в других городах. То есть самим интересно будет сделать, чтобы это было действительно красиво. Аргумент городских властей – эти фасады морально устарели, а здесь бывают жители со всей России и других стран, потому что, напротив, один из проходов к городскому пляжу. Однако убеждать коллег будут, опираясь на собственный опыт. Сегодня опрятный вид – одна из важных составляющих любого бизнеса, тем более на курорте. Эти белые линии – граница, за которые предприниматели не должны заступать. Они необходимы из соображений безопасности, однако в итоге оказалось, что вещи, висящие в проходе, скорее мешали покупателям. Просторно, у вас ряды свободные. И, в общем-то, все хорошо, нам нравится. Рынок был и остается муниципальным. Ежегодно администрация предприятия вкладывает порядка 4-5 миллионов рублей в инфраструктуру. Навесы над торговыми рядами, асфальтирование дорожек. Установили более двух десятков таких торговых павильонов. Тем удобнее, что закрываемся аккуратно, не с тряпочками, как раньше было. Удобная вода. Здесь у меня раньше поднялась, сейчас не поднимается. Все хорошо, все красиво, удобно, чисто. Рынок в Низине. Сергей Ярин показывает следы подтоплений. В прошлом году и в нынешнем. Здесь находятся насосы. Всего их шесть. А это части для второй очереди ливневой канализации. К монтажу приступят уже в этом году. Со стопроцентной гарантией, что выполнив эти работы, мы сможем спать спокойно. По словам директора рынка, спокойно могут чувствовать себя и предприниматели, а также наемные работники и их семьи. Рынок останется в муниципальной собственности, а это значит будет продолжать развиваться. Спасатель непростая, но такая важная профессия по силам далеко не каждому. Одним из ярких примеров мужества, профессионализма и преданности выбранному делу является заместитель начальника Анапского аварийно-спасательного отряда Игорь Саенко. В 2000 году он пришел в структуру и по сей день продолжает нести службу, подавая пример молодому поколению. Наши корреспонденты провели одно рабочее утро в отряде Кубань-Спаса. О тонкостях одной из самых благородных профессий в сюжете. Вот уже 16 лет подряд утро Игоря Саенко начинается с инструктажа. Анапский аварийный спасательный отряд Кубань-Спас стал для него второй семьей. Внешний осмотр, проверка знаний и боевой готовности личного состава. Под его контролем даже эмоциональный настрой сотрудников. Ведь только слаженной командой, где все с одного взгляда понимают, что нужно делать, можно добиться быстрого результата. А оперативность в их деле главное качество, ведь зачастую на кону стоит самое дорогое – человеческая жизнь. Психологический портрет спасателя – это не просто портрет обычного человека. Человек должен быть спокоен, выдержан, профессионально грамотен, обучен, натренирован. Коллектив должен быть дружен, чтобы люди понимали друг друга и особенно доверяли друг другу, потому что без доверия работать спасателем невозможно. Проверка оборудования при пересменке – один из важных этапов. Запустить бензогенераторы, проверить гидравлику и альпснаряжение – этим всем Игорь Саенко занимается лично. Почти полторы тысячи аварийно-спасательных работ, более 700 спасенных людей и еще больше судеб. Зачастую работать приходится не в просто сложных условиях, а опасных для жизни. Спасатели со стажем вспоминают середину 2000-х годов, когда в Прикубанском прорвало дамбу, и чтобы избежать наводнения, они несколько дней в ледяной воде укрепляли ее. Пилили деревья для того, чтобы прошли КАМАЗы и засыпали дамбу, которую размыло речкой Кубанию. Работал наравне со всеми, пилили вместе, подходил, брал инструмент в руки и также работал, как все спасатели. Сезон 2016 оказался непростым для всех служб города. Но даже несмотря на это, признает Игорь Викторович, работы стало меньше. Благодаря введению новых средств оповещения количество происшествий сократилось. Достаточно на хорошем уровне работает система оповещения и предупреждения. Люди более осведомлены о том, что им можно делать, что нельзя, отдыхая. За заслуги в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 2013 году губернатором Краснодарского края Игорю Саенко было присвоено почетное звание «Заслуженный спасатель Кубани». А в минувшие выходные постановлением администрации Анапы фотография Игоря Викторовича украсила доску почета. Впрочем, для действующего спасателя это всего лишь официальная процедура. Работает он не ради наград и званий. Благородная профессия стала неотъемлемой частью его жизни. Он всегда на страже безопасности людей, но и самих анапчан призывает быть бдительными и осторожными. Не нужно переоценивать свои силы, если вы отправляетесь куда-то в путешествие, куда-то гулять в лес, куда-то в горы, большой, малый, утричный. Стоит их переоценивать. Всегда обязательно нужно, чтобы вы были соответственно своему походу экипированы. И всегда, чтобы вы были на связи. Чтобы в случае необходимости вы могли обратиться за помощью и конкретно объяснить, где вы находитесь, объяснить свои координации. Московская Федерация подводного спорта на базе Всероссийского детского центра «Смена» провела презентационную программу по дайвингу. Вместе с опытными инструкторами школьники со всей страны погрузились пока что на дно бассейна, но впечатление получили целое море. Президент Федерации подводного спорта Яна Ярошевская – дайвер и глубоководник. Сегодня она обучает мальчишек и девчонок, как правильно погружаться и как открывать для себя неведомые, удивительные водные пространства. Это параллельный мир, где человек также может чувствовать себя очень комфортно, очень независимо и ощутить состояние парения. Поэтому наша первоначальная задача – дать как раз эти моменты детям, чтобы они поняли, что быть под водой – это здорово, это замечательно и это совсем не страшно. Тщательный инструктаж и объяснение всех правил погружения. Важно, чтобы все было безопасно и комфортно. Первое – у вас должно как автомат срабатывать. Когда вы берете регулятор в рот, что первое – всегда выдох, только потом вдох. Очень тяжело. Ну, сначала было прям вот хорошо, прям нырять, думаешь, все круто, а потом, когда маску набираешь, воду выдохнуть, боюсь носом выдохнуть, это очень тяжело. Все круто, все интересно очень. Организаторы, Федерация подводного плавания и Всероссийский центр смены планируют проведение тематической смены, направленной на подготовку детей в сфере подводного спорта и дайвинга. Подводная среда очень обширна, поэтому дисциплины, которые будут преподавать, максимально разнообразны. Среди них подводное фото, хоккей, регби, борьба в ластах, дайвинг. Очень тяжелый вот этот костюм. Я пока стояла, до того, как погрузилась в воду, я еле устояла в нем. Но вроде бы в воде нормально. Когда маска, мы обираем ей воду, я не знаю, зачем это все делать. То есть надо выдыхать носом, для того, чтобы вышла вода. Дайвинг, хоть и считается экстремальным видом спорта, на самом деле таким не является. И находится на 26-м месте после боулинга по травматизму. При соблюдении всех правил безопасности это всегда интересно, ярко и полезно. Интересно и то, что девушки-дайверы стремительно осваивают подводное плавание. И, как правило, являются более аккуратными и внимательными. Вообще, это очень здорово, то, что у нас есть такая возможность пообщаться с дайвером. Попробуйте об этом. Потому что я очень давно хотела как раз заняться дайвингом и есть с чего начать. Нас научили правильно дышать под водой, вынимать и втаскивать в трубку. Сейчас я пыталась запустить в воду, в маску в воду, но нечаянно ее наглоталось. Надо еще раз доотрабатывать это упражнение. Мальчишки и девчонки с удовольствием погружаются. Говорят, что для них это новые навыки, яркие впечатления. И, конечно же, после бассейна мечтают покорить и морские глубины. 18-е президентские состязания, проходившие на базе Всероссийского детского центра «Смена», завершились. На стадионе «Центральный» прошел парад 149 класс-команд из 77 регионов России. Всего в состязаниях приняли участие более 2000 школьников. С торжественной церемонии закрытия – следующий сюжет. Президентские лет состязания скандируют с трибуны в слов. 149 команд, более 2000 участников. Центральный стадион Всероссийского детского центра «Смена» увидел за эти три недели много разных эмоций. По беговым дорожкам пробежали десятки классов из разных уголков России. На трибунах не смолкали крики болельщиков. Сегодня юные спортсмены снова здесь, на торжественной церемонии закрытия всероссийских спортивных соревнований школьников в президентские состязания. Они были очень трудные, были очень интересные. Когда мы встречались со всякими олимпийскими чемпионами, было очень круто. Это, конечно, восторг от столь грандиозного всего. Какие-то очень теплые воспоминания. Это даже не только соревнования, но и тепло вожатых, которые для нас столько сделали. На протяжении всех соревнований поддержкой и опорой для юных участников были их преподаватели. Благодаря им школьники выдержали все трудности и переживания. В честь закрытия состязаний тренеры класс-команд подготовили сюрприз для своих воспитанников. Поздравить юных чемпионов приехали известные спортсмены. Серебряный призер паралимпийских игр по боксу София Очигаева, трехкратная чемпионка мира по самбо Марина Мохнаткина и паралимпийский чемпион по стрельбе из лука Олег Шестаков. Из 72 сельских команд в шестерку лучших вошли школьники из Хакассии, Воронежской и Иркутской области. Тройку победителей возглавила сельская класс-команда Республики Дагестан. На втором месте Саратовская область. Третьими стали участники из Республики Башкортостан. Среди 77 городских класс-команд вперед вышли Москва, Воронеж и Ханты, Мансийский автономный округ, бронзу Калужской области, второе место завоевали представители Томской области, золотые медали у школьников из Краснодара. Я уверен, что кто-то из вас может стать будущим олимпийским чемпионом, чемпионом мира и равняться на тех спортсменов, которые награждали наших победителей сегодня. Я объявляю президентские состязания 2016 года закрытые. Мы готовились к этому два года, с пятого класса. Тренера в нас очень много вкладывали, очень мы старались, стремились к этому. Краснодар лучший! Нам помогал наш тренер в Азараде лучший. Спасибо всем болельщикам, которые поддерживают нас. Огромная страна собралась воедино в смене на этих президентских состязаниях. Школьники со всей России научились не только соперничать, но и дружить. Важнее кубков и медалей могут быть только яркие впечатления, незабываемые воспоминания и верные друзья из разных городов. А я напоминаю, что генеральный партнер программы новости производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты, срок сдачи первой очереди 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин